Здравствуйте! Проект «Теледоктор» на экране Первого городского. Меня зовут Владислав Новиков. Сегодня интереснейшая тема у нас – это имплантация зуба. Сиволаб Сергей у нас в гостях, врач-стоматолог. Добрый вечер! Добрый вечер! Моя коллега Лена приходила к вам. Я знаю, есть сюжет, очень хороший. Предлагаю нам его сразу посмотреть и потом продолжим общение. С удовольствием! Зубы – это залог красивой улыбки. А их отсутствие не только дискомфорт, но и эстетический дефект. Только время не стоит на месте и вставить искусственный зуб сейчас легко и просто. Существует ряд методов протезирования, но из них имплантация медики считают самым удачным. На сегодняшний день при потере зубов в приоритете установка имплантата, потому что имплантат, скажем, позволяет нам сохранить здоровые и хорошие зубы пациента. Поэтому, если рассматривать вопрос протезирования после потери зубов, необходимо в первую очередь рассмотреть вопрос протезирования на имплантатах, потом рассматривать другие варианты. К минусам протезирования можно отнести то, что зубы, которые находятся по соседству с родными, часто травмируются. Но лишь имплантация позволяет избежать этих последствий. Процесс имплантации происходит следующим образом. То есть делается надрез небольшой по слизистой, формируется вот здесь так называемое имплантационное ложе при помощи специального аппарата, так скажем. Потом устанавливается внутрикосная часть имплантата. По прошествию какого-то периода времени, то, что ранее было сказано, устанавливается сюда формирователь десны. И потом уже на протяжении 3-4 недель мы уже изготавливаем готовую конструкцию, которая будет фиксироваться или при помощи цемента, или при помощи винта. Сам имплант состоит из имплантата, так называемого титанового корня. Абатмента им скрепляет корневую часть с надесневой и коронки, которые заменяет сам зуб. Противопоказания к имплантации есть, но их немного. С учетом, скажем, высокотехнологичных производств, противопоказаний практически нет. Это тяжелые формы, допустим, там, сахарного диабета, это онкозаболевания, это, скажем, заболевания неврологического характера. Возраст, скажем, не является противопоказанием. Допустим, самым старшим пациентом, который у меня был, ну, скажем так, какой-то период времени назад, это был мужчина 1934 года рождения. Все произошло как бы успешно, хорошо. Имплант служит человеку около 10-12 лет. После его нужно заменить. Но этот вопрос решается уже индивидуально. Елена Трунова, Виктор Супченко, Первый городской. Сергей Евгеньевич, есть такой, скажем так, топ вопросов, которые Вы, наверное, слышите каждый раз, когда к Вам приходят пациенты. Давайте начнем с такого. Имплантация зуба или мост? Что выбирать? Конечно, выбор зависит от пациента, но доктор должен объяснить пациенту положительную и отрицательную сторону одного и другого варианта. Скажем так, имплантация преследует целью восстановления целостности зубных рядов без повреждения рядом стоящих зубов, которые будут опорой мостовидного протеза. Поэтому, да, я считаю, что в приоритете это все-таки имплантация. Но, может быть, процентов 5-10 это может быть мостовидный протез в зависимости от того, какие рядом стоящие зубы у пациента. То есть это могут быть ранее леченные зубы, нервы удаленные, ну и так далее. Но все равно считаю, что в приоритете это только имплантация. В чем разница, вот Вы говорите, в приоритете? Это именно то, что портятся соседние зубы или потому что он как бы долговечнее, лучше в каком-то степени? Да, речь идет о том, что если мы устанавливаем мостовидный протез на совершенно здоровые, живые, так называемые, интактные зубы, мы их должны испортить. По-другому сказать не могу. И потом установить, подпиливать, удалять нервы. И потом сверху одевается, скажем, мостовидный протез. Если мы устанавливаем имплантат, это немножко дольше, это немножко дороже, но это намного лучше и не вредит здоровью пациента. Ну, не здоровью, а не вредит зубам пациента. Ну вот как раз вредит, не вредит, больно ли это и насколько травматично? Вот был такой вопрос. Дело в том, что манипуляция, ну вообще называется, любая манипуляция, которая связана с нарушением целостности, там, слизистая и так далее, это все операция. Это оперативное вмешательство, которое происходит, опять же, в условиях операционной. Это манипуляция менее, я всегда как бы пациентам объясняю или спрашиваю, вам удаляли зуб? Ну да, конечно, удаляли. Ну как вам? Ну нормально, там, немножко поболело и все. Приятного мало, но в целом как бы... Да, ну я всегда пациентам говорю о том, что, ну а теперь имплантация, это менее травматичная манипуляция, нежели удаление зуба. Потому что все происходит при помощи специального оборудования под охлаждением физраствором стерильным и так далее. То есть нет перегрева. В послеоперационном периоде, если это множественное вмешательство, да, могут быть какие-то незначительные припухлости, там, может синяк быть. Если это одиночный имплантат, это ничего. То есть никаких следствий. Ну вот, что как бы, так скажем, гарантии, какие обещания, статистика по поводу того, насколько имплант лучше, чем мост, как долго он может служить. Ну и, в общем, вот, раскройте эту тему. Ну, если посмотреть протезирование мастовидным протезом, срок службы мастовидного протеза среднестатистически 10 лет. 10 лет эта конструкция может отвечать требованиям, которые предъявляются к ней. В дальнейшем, вследствие того, что мы неизбежно стареем, происходит усадка, скажем, там, кости, просадка, десны и тому подобное. То есть мост необходимо заменить. При том, что пациент, допустим, приходит для замены мастовидного протеза, там, через 10-15 лет, при снятии мы можем обнаружить того, что уже какого-то из двух зубов можем недосчитаться. Поэтому что-то мы удаляем, границы моста расширяются, и таким образом человек еще в какой-то период, там, 10-15 лет, может потерять еще один зуб. При том, что мы устанавливаем имплантат, ну, допустим, имплантацией я занимаюсь с 2002 года. За этот период времени, скажем, все, что установлено, да, я не скажу, что там все 100%, но процентов там может быть 5-7, через промежуток времени ушли. Ушли по какой-то причине, неважно. Но это все можно переделать, и срок службы имплантата – это не менее 10 лет. Вот как пациенты спрашивают, а что же будет потом? Вы знаете, очень редко мы встречаем, я встречаюсь с этой проблемой, потому что если пациенты приходят, то старые работы стоят, появляются какие-то новые проблемы, мы что-то там меняем, и, в общем-то, и все. А так, чтобы через 10-12 или 15 лет все уходило – нет, это однозначно. Вы мне говорили, что вот эта имплантация – это вещи относительно новые. Ну, все произошло, или начало все пошло где-то с 50-х годов прошлого столетия. В Украине имплантация уже на сегодняшний день живет и работает, скажем так, порядка 35, может быть, где-то до 40 лет. Я к тому веду, что вот если это относительно новая вещь, то с какими рисками мы сталкиваемся? Вот, к примеру, отторжение импланта. Как часто такое происходит? Отторжение имплантата в зависимости от его принадлежности, то бишь, это нижняя или верхняя челюсть, процесс, я буду говорить более приемлемым для себя термином, это называется, да, дезинтеграция, но мне так проще, так быстрее я выговорюсь. Дезинтеграция имплантата в зависимости от челюсти, там, 6-8 – это верхняя челюсть и порядка 2% – это нижняя челюсть. Ну, это статистика. Опять же, я всегда пациента ориентирую на то, что какой имплантат мы будем ставить. Чем мы установим более качественный имплантат, тем меньше этот процент будет у пациента. Поэтому можно… В данном случае дорого, это лучше, это меньше рисков, что будут такие проблемы. Да, вот, скажем, имплантаты изготавливаются с двух видов титана. Это титан-грей-4 и титан-грей-5. Ну, так они обозначаются. То есть, все имплантаты, которые делаются с 4-го титана – это группа имплантатов премиум-класса. Поэтому нужно всегда акцентировать внимание пациента на то, что да, это лучше, и это в дальнейшем будет меньше процент дезинтеграции имплантата. Поэтому я на сегодняшний день пациентам всегда говорю, чем выбираем мы качественнее имплантат для установки, тем меньше процент отторжения. Поэтому ставится это не каждый день, не каждый месяц, не каждый год. Поэтому считаю, что лучше выбрать изначально хорошо, и срок службы такого имплантата будет 10, 15 и 20 лет. А давайте коротко еще по разновидностям имплантов. Какие бывают? Я знаю, есть как бы 5 примерно их. Или больше? Ну, вообще имплантационных систем в Украине там зарегистрировано, наверное, более сотни. Каждая страна, скажем так, даже в том числе и Украина, мы тоже имеем своего производителя имплантологического. Выпускают имплантаты все. Большое место имел израильский имплантат, потому что производителей очень много. Очень универсальная система, которую можно использовать. Очень удобно ею работать и так далее. Ну, что-то с качеством немножко. Сейчас я переориентировался на Корею, Италию и Германию. Это все имплантаты, которые сделаны этими производителями. Они с четвертого титана, они премиум класса, они имеют конусный тип соединения. Ну, это просто как бы конструкция имплантата. То есть конусное соединение позволяет получить более качественный тип соединения. И при том, что функционально, как бы мы не нагружали этот имплантат, то никогда вот эта вот сборная часть, так назовем, потому что, как один доцент Черновицкого университета говорил, что АДВ бачилы зуб на шарнире, на суглобе. То есть, что имеется в виду, что есть внутренняя часть, и наружная, они соединяются винтом. Поэтому качество соединения имеет... То есть, опять-таки, о рисках, о уменьшении, вот это все говорит. А по поводу коронок, что можете сказать? Я знаю, керамическая, фарфоровая, золотая есть. Ну, скажем так, по золоту мы уже, скажем, ничего не говорим, потому что это лицензии, это драгметалл и тому подобное. Да. По типу протезирования, в основном, при протезировании на имплантатах нам необходимо использовать протезы, которые имеют срок службы 10 и более лет. Поэтому никакие композиты, никакие пластмассы сюда не подходят. Это делается только или металлокерамические конструкции, коронки, мосты, потому что на имплантат можно поставить как одиночную коронку, так можно, допустим, установив два имплантата, между ними поставить, ну, оставить промежуточную часть, поэтому это будет называться мастовидный протез. Как вот подготовка сама к операции идет? Что пациенту нужно делать? Ну, опять же, я с пациентом беседую практически непосредственно перед операцией за два-три дня, и поэтому, как бы, собираю его анамнез, и выясняю, насколько он там переживает, насколько он боится, насколько он тяжело переносит какие-то манипуляции, которые связаны со стоматологическими вмешательствами. Поэтому назначается премедикация в виде обезболивающих и седативных средств накануне операции. Операция проводится просто, скажем, под местным обезболиванием. Анестезию сделали. Ну, есть, опять же, люди, которые немножко переживают, боятся, там, плохо берет, ну, добавили еще, уменьшили там концентрацию, процент. Ну, то есть, всегда можно найти... Вы максимально стараетесь? Да, да, конечно. А по поводу заживления, вот послеоперационный период, что нужно делать? Ну, в послеоперационном периоде назначается, так называемая, превентивная терапия. То есть, это терапия, направленная на предупреждение возникновения каких-либо осложнений. Ну, осложнениями может быть, это возникновение воспалительного процесса. Поэтому назначается противовоспалительная терапия, местный антисептик. Это все применяется, опять же, в зависимости от объема вмешательства. Если это небольшой объем, значит, терапия меньше. Если больше, значит, более сильная терапия проводится. А уход, он отличается от ухода, допустим, за мостом? Ну, все, что человек имеет не свое, ну, так я назову, то есть, это мастовидный протез или протез на имплантате, он должен быть определенно другим, нежели за своими зубами. Ну, то есть, природа дала человеку зубы и дала возможность так называемого физиологического очищения зубов. То есть, вы можете, ну, как говорят, кушать яблоко, морковку, и происходит физиологическое очищение. Это потом уже, скажем, для улучшения гигиены, щетки и тому подобное. А в случае с этим необходимо уже специализированную или специальную проводить гигиену, потому что от гигиены зависит срок службы, то, что я говорил, 10-15 и более лет. Чем лучше мы будем ухаживать за этими протезами, тем дольше они будут служить. А что именно? Какой вот уход? Да, применяются, ну, в самом простом случае, это просто ополаскиватели гигиенические, это применение зубной нити, зубные ёршики и, конечно, в приоритете это применение, так называемого, ирригатора. Ирригатор, он, опять же, должен применяться всеми пациентами, у которых есть проблемы, так назовем, вставных зубов. Давайте тогда будем уже, подходя к концу, дайте советы, как ухаживать не только за имплантами, а как вообще ухаживать, так, чтобы не доходить до такого состояния. Ну, самое главное, я хочу сказать вам, чтобы пациент, или каждый из нас, или каждый человек должен знать и понимать, что есть такой врач-стоматолог, и к нему нужно идти не только тогда, когда болит, а просто прийти, и при осмотре доктор вам определит и гигиену, какой правильно уход делать, что нужно ещё дополнительно использовать, именно в конкретном случае, то, что касается именно вашей полости рта. Потому что обобщённо, ну, обобщённо, вы пришли в супермаркет, купили, что там увидели в отделе, да, и используете. Но вообще-то необходимо получить квалифицированную консультацию для того, чтобы, потому что у каждого человека всё по-разному. Поэтому какую зубную пасту, какой жёсткости зубную щётку нужно применить, это, то есть специалист уже посмотрит на состояние твёрдых тканей зубов, посмотрит на слизистую. То есть к вам можно обратиться, простыми словами, за такой вот услугой? Да, да. Мы это, знаете, как бы стоматология, как и вся медицина, она, в общем-то, должна носить или носит профилактический характер. Поэтому нужно заниматься профилактикой. То есть профессиональная гигиена осуществляется, ну, допустим, у нас в клинике, это снятие зубных отложений, это рекомендации пациенту по гигиене. Это у нас есть определённый производитель, который производит всю линейку гигиенических средств. Мы можем что-то порекомендовать, то, что есть у нас в клинике. Можем просто дать совет, и вы пойдёте, сами себе приобретёте. Ну, в теории это профилактика, а на практике, мне кажется, вы видите, только как бы сталкиваетесь с последствиями и решаете их. Ну, уже, вы знаете, молодое поколение, так я назову, то есть люди до 30 лет во многом приходят за профилактикой. То есть как бы тенденция к этому лучше. Да, да. Всё-таки люди более взрослые, так назовём, ждут, когда же заболит. А молодые, вот даже уже сейчас есть, скажем, там, юные, там, 10, 12, 15 лет, они уже чуть ли не родителям говорят, что нужно мне идти, потому что у меня там... Это здорово. Да, уровень, как бы, пациента растёт, так назовём. Хорошо, что наши граждане вот так вот начинают относиться к своему здоровью. Что ж, большое спасибо за разговор, за предоставленную информацию по этой теме. Сиволаб Сергей Евгеньевич, врач-стоматолог, сегодня был у нас в гостях. Говорили про имплантацию зуба. На этом проект «Теледоктор» будем заканчивать. В студии работал Владислав Новиков. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!